Это «Местное время. Воскресенье» в студии Ирины Николаева. Здравствуйте! И в начале о главных темах выпуска. Предложение поддержать инфраструктурные проекты региона озвучены. А те вопросы, которые вы поставили, они безусловно являются актуальными. Нужно, я постараюсь вам помочь. Перспективы развития республики Владимир Путин обсудил на онлайн-встрече с врио главы Чувашии. В новом учебном году в республике открылись две новые школы. В такой школе завтрашнего дня мы начинаем свой школьный путь. Однако не все действующие учреждения смогли принять учеников. Глава Вурнарской администрации лишился должности по причине незавершенного ремонта в одном из школ поселка. Строительная техника освободила проезд привычному транспорту. Те технологии, которые заложены, во всяком случае, нам дают возможность предполагать, что это будет долго служить, не разрушаясь. В Чебоктарах после реконструкции открылся Сугутский мост и дорога по проспекту Ивана Яковлева. Новый глава Чувашской митрополии прибыл в республику. Владыка Саватий после 11 лет службы в Бурятии вернулся на родину. Первое богослужение он совершит в Веденском кафедральном соборе. Владимир Путин в режиме видеосвязи провел рабочую встречу с в Рио главы Чуваши Олегом Николаевым. Руководитель региона доложил президенту страны о текущей ситуации в республике, связанной с новой коронавирусной инфекцией. А также обратился с рядом просьб о финансовой поддержке для строительства больниц, водоводов и дорог. Олег Николаев отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией обнажила проблемы в системе здравоохранения. В Чувашии нет республиканской инфекционной больницы, а корпуса клинической больницы, в которой расположен сердечно-сосудистый центр, нуждаются в ремонте. В ходе деловой встречи была затронута и тема развития сельского хозяйства. Олег Николаев отметил, что в этом году республика может выйти на рекордные объемы валовой продукции. В регионе принят ряд дополнительных мер по поддержке селян. Существенно снижена ставка по ипотеке. Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку по 3%, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающих в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1%. Это прежде всего семьи, тремя и более детьми, ну и другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40% проживает в сельской местности. Также Олег Николаев поднял вопрос запуска работы Шимуршинского водохранилища. На сегодняшний день объект законсервирован. Однако если достроить водоводы и запустить водохранилище в работу, то примерно 60 тысяч человек смогут пользоваться чистой и качественной водой. Кроме того, объект позволит снабжать и соседние районы республики Татарстан. Если бы вы поддержали данные предложения и дали бы поручения Министру и в рамках уже действующей программы «Чистая вода» нам доработать этот проект, а проект осенивается примерно в 1,7 миллиарда рублей, соответствующую работу по разработке проектной смертной документации мы уже начали и планируем завершить в конце года, то это было бы тоже очень полезно для повышения качества жизни трех районов Чувашской республики и тех производственных объектов, которые там осуществляют свою хозяйственную деятельность. Олег Николаев также рассказал о строительстве в Чебоксарах магистральной трассы, которая должна объединить три больших микрорайона – северо-западной, юго-западной и новоюжной. На ее возведение необходимо более 20 миллиардов рублей. Рео главы Чувашии попросил Владимира Путина поручить Министерству транспорта страны выделить средства на начало строительства новых дорог. А те вопросы, которые вы поставили, они, безусловно, являются актуальными. Нужно, я постараюсь вам помочь, нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты, это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Ну, давайте, я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать вам успехов. Татьяна Самсонова, Вести Чувашия. Пробки и объезды в прошлом. После капитального ремонта на этой неделе в Чебоксарах открылся Сугутский мост. Водители и пассажиры, ежедневно проезжающие через Сугутский мост, вздохнули с облегчением. Из-за сужения дороги во время строительных работ в час пик здесь образовывалась пробка. Но ремонт был жизненно необходим. Еще два года назад на Сугутском мосту весной вместе со снегом таял асфальт. Периодическое латание ям проблему не решало. Мост был построен 40 лет назад. С тех пор масштабного капитального ремонта здесь не проводилось. 2019 год для этого объекта стал знаковым. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на реконструкцию моста из федеральной казны было выделено более 180 миллионов рублей. Строительные работы проводились два этапа с применением современных технологий. Те технологии, которые заложены во всяком случае, нам дают возможность предполагать, что это будет долго служить, не разрушаясь. Потому что другая гибкость, другая морозостойкость, другая устойчивость к вибрациям и так далее. Сам асфальт совершенно другой. Но если мы получим как минимум во время гарантийного срока неразрушающийся асфальт, это уже получится великое другое. А сколько лет, кстати, гарантий? 5? 5? 5,5 город. Сугутский мост планировали открыть раньше намеченного срока ко дню города. Но в строительных работах на первом месте все же не скорость, а качество. Ход реконструкции контролировали общественники, депутатский корпус и надзорные органы. У нас же по контракту 1 сентября. Но приближаясь к этой дате, мы, во-первых, дожди пошли, это раз. Во-вторых, подрядчик нарушил технологии. Мы увидели некачественную укладку асфальта, отслоение асфальта. Мы заставили переделывать. Не стали торопиться. В спокойном режиме довели до сегодняшней даты. Но не 1 сентября, а 3-го открыли. В случае выявления недоработок до истечения срока пятилетней гарантии устранять их подрядчик будет за свой счет. Впрочем, в городской администрации отмечают, что после капитального ремонта мост должен прослужить без проведения масштабных работ не меньше 25 лет. Леонид Петров, Михаил Солин, Вести Чуваши. Реконструкция завершилась и на автомобильной дороге по проспекту Ивана Яковлева. Руководитель региона проверил качество проведенных работ, а также прошелся по новой пешеходной дорожке. Капитальный ремонт участка дороги от Канажского шоссе до Кольца 9-й пятилетки был проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы шли в три этапа. Меньше чем за год строители полностью перенесли все подземные коммуникации, расширили дорогу до шести полос. Внимание уделили также пешеходной зоне. Обновили освещение, провели озеленение территории, установили новые светофоры. Стоимость проекта составляет более 680 миллионов рублей. Детский инфекционный стационар в столице республики готов к работе. Скоро здесь начнут принимать первых пациентов. Что из себя представляет современная больница, узнавала Татьяна Иванова. Новый пристрой инфекционного стационара построен с учетом всех требований. Маленькие пациенты будут поступать в приемно-диагностическое отделение. Анализы обследований, консультации специалистов. Все запланировано так, чтобы в максимально щадящем режиме выявить инфекцию и начать лечение. Палаты типа боксов и полубоксов оснащены всем необходимым. И даже есть телевизоры, но только с демонстрацией мультфильмов и детских передач. Сегодня исчезает миф, который существовал лет 10 назад. Что когда ты придешь в инфекционную больницу, лучше лечиться дома. Потому что, не дай бог, ты еще получишь другую болезнь и так далее. Вот есть мифы, которые рушатся. Вот сегодня мы на том историческом моменте, когда этот миф до конца разрушен. Вероятность заразиться другой инфекцией здесь сведена к нулю. Система вентиляции, размещение палат, возможность дезинфекции всех помещений способствуют скорейшему излечению. Новый корпус уже полностью готов. Уже и лекарства расставлены в шкафах. Государственная приемка нового корпуса инфекционного будет занимать времени, я думаю, что не больше двух недель. И поэтому через две недели мы готовы принять первого пациента. Мы, конечно, желаем всем крепкого здоровья, но если возникнет такая необходимость, то она будет оказана своевременно и качественно. Здесь смогут лечиться дети со всех районов республики. В самых сложных случаях их будут госпитализировать в современный стационар. В ближайшие годы Минздрав Чувашия планирует взяться за новые объекты здравоохранения. У нас стоит в первую очередь Республиканская клиническая больница, совершенно новая больница, где будет расположен региональный сосудистый центр большой, с внутренней логистикой соответствующей. И на этапе планирования у нас инфекционный стационар для взрослого населения, который удовлетворит потребности в оказании специализированной медицинской помощи всему взрослому населению Чувашской республики. Ну и республиканский противотуберкулезный диспансер, который тоже нуждается у нас в реинновации. Поэтому он тоже будет построить строительство запланированным. Строительство новых больниц предусмотрено концепцией социально-экономического развития республики. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры. Такое предложение озвучила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова на встрече с Фрио главы республики. Она отметила, что Чувашия — один из немногих субъектов страны, где сохранились региональные вузы культуры и искусства. Кроме того, замминистра культуры побывала в Чувашской государственной филармонии. Учреждение реконструируют по нацпроекту «Культура». Вместо четырехэтажного старого здания — современное пятиэтажное строение. Фасад филармонии практически готов. Сейчас строители ведут отделочные работы внутри, красят стены, стелют полы. Уже на днях здесь начнут устанавливать подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья и подключать сантехнику. В советские годы в этом здании располагался дом политпросвещения, и старые залы не были предусмотрены для концертов. После глобальной реконструкции здесь появится амфитеатр. Так сейчас выглядит главная сцена филармонии. Раньше она стояла на втором этаже, но для того, чтобы был открыт более широкий обзор, ее опустили на первый этаж. А сами сиденья зрителей теперь будут располагаться на разных уровнях, для того, чтобы всем было все видно лучше. Чтобы зрителям было проще перемещаться по этажам, в филармонии установят лифт. Появится здесь и своя студия звукозаписи, чтобы большее количество людей в республике смогло наслаждаться классической музыкой. «Это меня очень сильно радует. Будет профессиональная студия звукозаписи, и что происходит на сцене, мы сможем сразу записать. У нас в республике, к сожалению, до сих пор не было возможности для записи симфонического оркестра. А мы сможем, концерт пройдет, и уже вот эта запись, вот этот концерт останется в истории, и всегда можно будет поднять и послушать эту музыку». Строительные работы планируют завершить к концу этого года. Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова отметила, что открытие филармонии должно быть запоминающимся, и предложила городским властям вместе продумать план предстоящего праздничного мероприятия. «Это только начало юбилея, и это старт для очень многих амбициозных проектов. Понятно, что еще не все учреждения культуры приведены в порядок. Есть у нас над чем работать, это и музеи, и театры оперы, и балета. Мы будем думать, вообще искать источники финансирования для того, чтобы привести эти учреждения в порядок». В этом учебном году в Чувашии открылись две новые школы. Одна из них появилась в Чебоксарах в микрорайоне Новый город. Она стала одной из самых больших в Приволжском округе. Накануне Дня знаний готовность образовательного учреждения оценил министр просвещения России Сергей Кравцов. Первых учеников приняла и школа в селе Байгулова Козловского района, в которой смогут обучаться 165 детей. Кроме того, началось строительство образовательного учреждения в одном из самых густонаселенных микрорайонов столицы республики. В Садовом заложили первый камень будущей школы. Открытие 65-й школы для жителей микрорайона Новый город – новость номер один. Раньше ученикам приходилось ездить в другие районы столицы. Появление новой школы позволит разгрузить сразу несколько учебных заведений. К строительству приступили в прошлом году в рамках нацпроекта образования. Понадобилось более 1 миллиарда рублей. Школа рассчитана на 1600 детей. Но при этом младшие ученики со старшеклассниками пересекаться не будут. Здание разделили на четыре блока. Для министра просвещения России Сергея Кравцова организовали экскурсию по школе. Показали современные классы, где дети будут постигать азы гончарного мастерства робототехники. Учебное заведение располагает свои собственные лаборатории, где можно проводить исследования по биологии, физике и химии. Равные условия для обучения планируют создавать в республике повсеместно. Сергей Кравцов отметил, в рамках нацпроекта поддержка будет оказана не только столичным, но и сельским школам. Со следующего года их начнут оснащать современным оборудованием. Конечно, хорошо иметь вот такие школы в любом селе. Но надо начинать в этом направлении действовать. И поэтому школа сама выберет то оборудование, которое ей необходимо для преподавания. Химия, физики, биологии и других элементов. Новая сельская школа на уровне современных городских учебных заведений уже появилась в Байгулово-Козловского района. В торжественный день семь первоклассников впервые сели за парты. С нетерпением желаю, очень хотела школа. Такое чувство волнения обязательно присутствует. Тем более такая честь нам оказана в этом году в новой школе. В первый раз в такой школе, в школе завтрашнего дня. Мы начинаем свой школьный путь. Школа оснащена всем необходимым. Компьютерным оборудованием, интерактивными досками. На первом этаже разместили учебные кабинеты для начальных классов. Столовую, медицинский блок, актовый зал, мастерскую и спортзал. Кроме того, в школу пришли два молодых специалиста. Мне очень нравится жить в деревне, поэтому я решила вернуться в родные края. Любовь к родной школе вновь притянула меня сюда. Немного волнительно, но знаешь всех учителей, знаешь многих детей, и это успокаивает. Решил вернуться, чтобы обучать, оздоровлять, и чтобы побеждали везде по волейболу, по сфотболу. В новых стенах будут заниматься и дошколята. Уже созданы две группы, в каждой по 20 детей. На данное время у нас обучаются в школе 105 детей, а дошкольников у нас уже набралось 38 детей. Желающих еще будет, потому что у нас сейчас очень многие приезжают, смотрят, экскурсии проводятся. Не просто учебные заведения, а современный социально-культурный центр. В одном из самых молодых и густонаселенных микрорайонов столицы республики, в Садовом, планируют возвести первую школу. Она будет самой большой в Чуашии, рассчитана на 1650 мест. Помимо учебных кабинетов, проектом предусмотрены актовые залы, творческие мастерские, библиотека, информационный центр, спортивные залы и бассейн. Учебные заведения должны построить за два года. Это долгожданное событие для большинства семей. Пока же многие родители вынуждены решать, в какие школы города пристроить своих детей и как их туда довезти. Появление школы в Садовом поможет снизить нагрузку, в том числе избежать второй смены в ближайших учебных заведениях. Также планируется, что новые школы появятся в микрорайоне университет и в Ново-Южном районе. Строительство новых школ, особенно вот здесь, в этом микрорайоне, в микрорайоне Северо-Западном и Ново-Южном, для нас являются приоритетами. В 2022 году есть уверенность, что в 1 сентября дети в эту школу пойдут. Но в такие же сроки мы планируем реализовать и два других названных проекта. В целом, в ближайшие пять лет в Чувашии планируют построить 10 новых школ. Ирина Николаева, Вероника Павлова, Леонид Петров, Вадим Владимиров и Виктор Степанов. Местное время воскресенья. Но не все школьники республики смогли сесть за парты. Вурнарская школа номер один не открылась к началу учебного года. Это стало причиной отставки главы администрации района Леонида Николаева. Напомню, в образовательном учреждении не завершены строительные работы. Хотя срок сдачи объекта был назначен на 25 августа. 1 сентября на место выехал в Рео главы Чуваши Олег Николаев. Он подчеркнул, что за сорванные сроки должен отвечать не только подрядчик, но и местные власти, которые безответственно подошли к ремонту школы, где учатся более 800 детей. Пока начальные классы вынуждены заниматься в старом здании школы. А ребята среднего и старшего звена перевели на дистанционное обучение. Курировать ремонт вурнарской школы теперь будут Республиканская служба единого заказчика и Минстрой Чувашии. Чтобы ускорить работы, в муниципалитет направят дополнительных специалистов. В ближайшие дни в Чуваши возобновят работу детские сады. Такое решение принял руководитель региона Олег Николаев на заседании оперативного штаба по предупреждению о распространении коронавирусной инфекции. Ответ на один из главных вопросов родителей, когда же откроются детские сады, наконец-то получен. Сейчас в садиках работают только дежурные группы. Их посещают менее трети дошколят. Большая часть детей, а именно более 55 тысяч малышей, сидят дома. По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Яковлева, обучение в дошкольных учреждениях проходит с соблюдением всех мер безопасности. На сегодня во всех детских садах и дошкольных группах соблюдаются меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. В тех детских садах, где уже работает дежурная группа, вход и выход происходят через отдельные входные группы. Воспитанники находятся в своих группах с другими детьми и не пересекаются. Утренний фильтр также организован. Такие правила сохранятся и при открытии детских садов. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, случаи в заболевании вирусными инфекциями детей дошкольного возраста снижаются. А с 1 по 3 сентября среди преподавателей, учащихся и воспитанников дошкольных учреждений не зарегистрированы заболевания. Мы проверили наличие условий для соблюдения требований санитарного законодательства в дошкольных образовательных организациях, в том числе в дежурных группах. Специалистами проведена оценка готовности детских дошкольных образовательных учреждений к возобновлению деятельности. Нарушений требований санитарного законодательства не выявлено. В связи с этим Олег Николаев принял решение открыть детские сады. Также появится доступ к архивам, можно будет посещать и музеи. Хотя Чувашия находится на третьем этапе снятия ограничений, всё же республика пока не готова к возобновлению деятельности кинотеатров и театров. По словам руководителя региона, на сегодняшний день эти учреждения культуры пока открыты только для самих актёров. Теперь они смогут репетировать не на открытом воздухе, а в родных стенах. По кинотеатрам давайте мы поработаем и на следующей неделе соответствующим образом подготовимся к принятию решения. В том числе подготовятся сами кинотеатры, приведут необходимые мероприятия и соответствующие решения примем. Екатерина Данилова, Михаил Солин, Вестич, Ваша. В Чандрово запустили новый водопровод. И теперь местные жители наконец перестанут испытывать нехватку питьевой воды. Посёлок, который входит в состав столицы республики и сейчас активно застраивается, уже давно нуждался в решении этой проблемы. Всё это время вода к Чандровцам поступала из трёх артезианских скважин. Но в последние годы из-за снижения уровня подземных вод и подключения к сети новых домов всё чаще стали возникать перебои с подачей воды. Кто-то там с водой, кто-то без воды. Особенно в летнее время там и огороды надо поливать, и кому-то и в баню охота. Воды нет. Без воды мы очень плохо было. Начиная с... Напора нет. Да, напора нет. Да, там капли или вообще не бывало воды. 650 кубометров в сутки. Столько воды в среднем будет поступать в Чандрово с Чебоксарского водоканала. Новый водовод решит проблемы более тысячи жителей. Централизованным водоснабжением уже обеспечено около 350 домов. Вода теперь в Чандрово придёт городская очистка, питьевая вода очищена. Будет соответствующего качества, давления и в том объёме, который посёлок потребует. Это даст возможность подключения в дальнейшем и Тихой Слободе, посёлок коттеджный, да, и в дальнейшем развитие Чандрово будет большое. О строительстве центрального водопровода здесь говорили давно. Восемь лет назад предприятие подготовило проектно-сметную документацию. Проведены все необходимые исследования. Благодаря нацпроекту «Экология», в рамках которого работает региональный проект «Чистая вода», в прошлом году удалось приступить к масштабной реконструкции. Новый водопровод начали прокладывать от насосной станции северо-западного района столицы. Протяжённость коммуникации почти 8 километров. Здесь использованы трубы большего диаметра, а также установлены семь пропускных колодцев. Валерий Евдокимов из городской квартиры на лето переезжает в этот дом. Говорит, артезианская вода, конечно, приятнее на вкус. Но сейчас важнее, чтобы не было перебоев. Скотину держим тоже. Многие деревья держат скотину. Для полива тоже надо было. Для всего. Для стирки, для питья, кушать, пить. Цена контракта на строительство водопровода к деревне Чандрово составила чуть более 70 миллионов. В ближайшее время проблему с обеспечением питьевой водой решат и в других районах республики. Ирина Николаева, Михаил Сурин, Вести Чуваши. Мариинский посад стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Это стало приятным подарком к юбилею. 5 сентября старинный город отметил своё 400-летие. На грантовые средства здесь планируют благоустроить Волжскую набережную. Проект «Веков связующая нить» предполагает масштабную реконструкцию. Предусмотрено строительство причальной стенки и реставрация объектов культурного наследия Мариинского посада. Общая стоимость работ составляет 69 миллионов рублей. При этом львиную долю средств, почти 50 миллионов, выделяют из федерального бюджета. Всего на конкурс, который в этом году проходил в четвёртый раз, было подано более 300 заявок практически из всех российских регионов. Поддержку получат чуть более половины проектов. Мариинский посад вошёл в группу победителей среди малых городов с численностью до 20 тысяч жителей. Отмечу, что в 2019 году федеральный грант на благоустройство комфортной городской среды получил «Ядрин» на обновление исторической части центра. По итогам прошлого конкурса победителями также были признаны проекты «Аллатаря», где планируют создать город-музей, и «Канаша». Там должны отремонтировать центральную часть города. На 3 миллиона рублей оштрафовали маргаушскую агроферму «Путильяча» за сброс навозной жижи. Дело в том, что там прорвало лагуну, где хранился навоз крупного рогатого скота. Это повлекло за собой тяжкие последствия для окружающей среды. Проблема так бы осталась незамеченной, если бы нечистоты не добрались до деревни Сюрлатри. Местные жители забили тревогу. Со слов сельчан, навозной жижей был заполнен единственный водоем в деревне. Позже выяснилось, что масштаб проблемы оказался в разы больше. Наша съемочная группа вместе с активистами Общероссийского народного фронта зафиксировала, что нечистоты из прорванной лагуны добрались до лесной полосы и заполнили пруд, который впоследствии стал больше походить на болото. Об экологическом нарушении в профильное ведомство сельчане сообщали не единожды. Но реакции от надзорных органов пришлось ждать долго. Этим летом проблемой заинтересовалась природоохранная прокуратура. На место выехали специалисты Минприроды с лабораторией. Анализы подтвердили причастность агрофирмы к экологическому бедствию. На территории Ильинского участкового лесничества был проведен забор проб по грунтам и также по водоемам. Источником загрязнения также являлась навозная жижа. И также нами была привлечена для проведения лабораторных анализов лаборатория ЦЛАТИ. И по почве, и по воде мы зафиксировали превышение. Порядка в два раза и чуть более по отдельным компонентам. Соответственно, все эти результаты были зафиксированы. И в рамках административной ответственности в адрес ООО Путильича предъявлена претензия на сумму 3 миллиона 850 тысяч рублей. Природоохранной прокуратуры по данным нарушениям в адрес юридического лица внесено представление об устранении нарушения требований законодательства. И для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил обращения с экологически опасными отходами и веществами, материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике. Проводится процессуальная проверка. Однако, как сообщают жители деревни Сюрла-3, несмотря на реакцию надзорных органов, проблема так и остается нерешенной. В нашу редакцию сельчане прислали видео, в котором рассказали, что единственный пруд в деревне, пострадавший от деятельности агрофирмы Путильича, так никто и не восстановил. Так же, как и овраги и водоемы в лесу. Лесной пруд, он никто ничего не убирает. На лугах то же самое, в деревне пруд тоже никто не очищал. Вот знак сюда повесили. Купаться запрещено. Но пруд до сих пор никто не очищал. Сегодня уже 3 сентября. Команда Чувашских лесорубов показала высокие результаты на открытом чемпионате вальщиков леса, который прошел в Брянской области. Сергей Суботин в одной из дисциплин завоевал золото. В женском зачете Галина Климина получила серебро. Отличился и Артем Шашков. В личном мужском зачете стал третьим. Наша команда также одержала победу в эстафете. Подробности в материале наших коллег из ГТРК Брянск. Соревнования профессионального мастерства всегда зрелищное событие. Лесоруб это масштабный чемпионат. Сюда приезжает сильное духом и влюбленное в свою профессию работники леса. Нынешние состязания на Брянщине шестые. А география участников широкая. Московская область, Нижегородская, Удмуртская республика, Республика Чувашия, Карелия. И конечно хозяйка площадки Брянская область. Ребята стараются и действительно за 6 лет продвижение вперед, большой толчок в развитии данного вида спорта, можно сказать. Но это и профессиональное мастерство. То есть это непосредственно работа тех людей, которые работают в лесу, поднимая нашу экономику, а также валовый продукт. Чтобы заработать очки в соревновании, важно не ошибиться даже на миллиметр. Выполнение каждого задания требует практически ювелирного мастерства. Ровно выверенный срез помогает получить зачет. Столб дерева падает прямо в условные ворота. В чемпионате принимают 36 участников. Они соревнуются в дисциплине валка дерева, замена цепи, точная раскорежевка, раскорежевка комбинированным резом и обрезка сучьев. Самое сложное и важное это валка дерева. За нее можно получить максимальное количество баллов. Подготовка на высшем уровне. Здесь выявляют лучших из лучших. Уровень соперников очень высок. Те же чуваши, карелы. Среди них есть чемпионы мира, участники чемпионата мира, призеры чемпионата мира. Есть чемпион мира в Карелии, с Карелии приехал. Есть у кого научиться, чтобы самим представлять нашу команду брянскую на России на высоком уровне. Наравне с сильными и крепкими мужчинами умело орудуют пилой и представительницы прекрасного пола. Их мало, но они настроены решительно. Я живу в лесу, работаю в лесу. Я работала лесником, начальником лесопожарной службы и болею за свой лес. Здесь прям все такие радушные, гостеприимные. Я прям радуюсь сюда приезжать. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение Всероссийского чемпионата еще пока под вопросом. Поэтому для каждого из участников было очень важно попасть на брянские соревнования. Сюда приехали не только за наградами, но и чтобы увидеться с коллегами, ставшими за эти годы близкими друзьями. Наталья Жукова, Сергей Анишкин, Вести Брянск. Новый глава Чувашской митрополии прибыл в республику. В эти минуты в Веденском кафедральном соборе он проводит первые богослужения. Напомню, что владыка Савватий был назначен на Чебоксарскую кафедру Чувашской митрополии решением Священного Синода 25 августа. Митрополит Савватий родом из Чебоксар. С октября 2009 года служил в Бурятии, возглавлял Улан-Удэнскую епархию. А пять лет назад ему доверили управлять только что созданной Бурятской митрополией. С Божьей помощью у меня все-таки опыт управления митрополией имеется. Я надеюсь принести пользу церкви здесь, после далекой Бурятии, здесь, в нашей Чувашии, родной мне, родной для моего сердца республики. Компания «Русгидро» в третий раз провела волонтерскую акцию «Чемодан добра». Работники Чувашской энергосбытовой компании присоединились к ней в этом году впервые. Они собрали подарки для детей-сирот и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Представители компании посетили образовательные и воспитательные учреждения поселка Кугеси и города Шумерля, чтобы вручить детям спортивную форму, кроссовки, а также школьные принадлежности. О том, что в Шумерлинский центр должны приехать гости, его воспитанники узнали лишь накануне 1 сентября. Однако ребята успели отрепетировать поставленные ранее театральные номера. Девочки постарше исполнили танец бабочек, а самые взрослые воспитанницы организовали флешмоб. Школьные принадлежности, единая спортивная форма, кроссовки, книжки и сладости для самых маленьких. Все это вручили детям после концерта, а трем первоклашкам достались новенькие портфели с канцелярскими товарами. Для девочек также привезли автокресла, чтобы дорога до школы была для них безопасной. Мы очень рады, что у нас кресла появились. Они такие красивые. Я думаю, что они комфортные. Исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров поздравил детей с началом учебного года. Его настолько покорила искренность детей, что было сложно сдержать эмоции. Это просто вот нечто. Самые-самые теплые отношения. И такие все добрые, умные, хорошие, отзывчивые ребята, которым надо помогать. После торжественной части дети побежали в комнаты осматривать подарки и примерять новую спортивную форму. Я очень стала подарки и рада получить подарки. В спортивных костюмах сложно сидеть на месте. На футбольном поле сразу же после примерки состоялся товарищеский матч. Форма просто огонь. Нравится. Кроссовки удобные. Все хорошо. 1 сентября это не единственный повод для встреч. Александр Гончаров уже пригласил ребят в Чебоксары на зимние каникулы. Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Такое запомнится этой неделе. Следите за событиями республики вместе с нами. Желаю вам хорошего дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok